Во мне сидит боец, смотри, и я буду биться все равно до конца, и меня никто не сломает. Это я знаю точно, это могу я покляться хоть на Библии, хоть на Коране, сказать, что меня никто не сломает. Они могут сломать мою компанию, они могут забрать все, что у меня есть, но они не могут забрать мою волю, они не могут забрать мое сердце, они не могут забрать мои убеждения. Это однозначно. Это фрагменты последнего интервью уральского бизнесмена Барлыка Мендагазиева на свободе. На следующий день предпринимателя арестовали. Сейчас его судят за неуплату налогов. Реакция коллектива компании в 250 человек была незамедлительной. 23 июля толпа пришла в местный Акимат требовать освобождения своего шефа. Мы требуем свободу Барлаку Мендагазиеву, мы требуем свободу Барлаку Мендагазиеву. Ремонтирую дороги, Максай. Мы требуем свободу Барлака, мы требуем сохранить нашу компанию, мы требуем, чтобы рабочие места в этой компании сохранились в таком коллективе. Он много вложил в эту компанию и в интересах Акимата, в интересах властей сохранить такого руководителя, такого предпринимателя. Но чиновники чётко дали понять коллективу. Судьба компании уже решена. Мы хотим переговорить с другими компаниями, чтобы в дальнейшем вас трудоустроить. Есть тут отдел занятостей. Другие компании. Пророкоратуру написали жалобу. Это копии, которые мы направили. Это 320 человек в подпись собрали. Гражданский активист из села Красноармейское Булат Бесингалиев много лет борется за экологию. Первейшие враги – госорганы и нефтяные компании, говорит он. Год назад власти хотели построить близ Кирсановского заповедника открытое хранилище нефтеотходов. На общественных слушаниях уральцы во главе с Барлыком Мендагазиевым завернули этот проект. В противном случае люди обещали перекрыть трассу и устроить массовые акции протеста. Власти пошли на попятную. Как гражданин, как местный житель, как Азамат, он сделал как мужчина. Я считаю, что все беды, которые сейчас происходят, неприятности с Барлыком Мендагазиевым, связаны с этим хранилищем нефтяных отходов. А ТО «Промэкосервис» мы узнали, она актюбинская. И учредителем являются люди, которые с одного района, с нашим Акимом Нурлана Скароченуга, и, возможно, они даже его родственники. Еще до ареста бизнесмена и компанию КСС Билдинг начали кошмарить. На объекте появились полицейские, которые без объяснений причин задерживали сотрудников и активистов, которые защищали предпринимателя. На этих кадрах полиция арестовывает гражданского активиста Алпамыса Бектурганова за якобы попытку устроить массовые беспорядки. Самого Барлыка Мендагазиева, по его же словам, тоже пытались запугать именами. Несколько раз приезжали, как я говорил, крепкие ребята от Муслим Мондаганова, два раза они приезжали ко мне. Вот, и эти все ребята, которые и хозяин этой компании, по-моему, Сатай Давлетов его зовут, я сейчас точно не помню, но вот он приезжал и показывал, что ты видишь, за мной кто стоит, за мной стоят братки, а за мной стоит господин Мугаев, ты что хочешь, пойти еще против государственной и против криминальной системы? Было смешно, конечно, слушать и видеть это. Было просто, ну как сказать, до такой степени, насколько это западно-гостанская власть срослась с криминальными элементами, и когда нужно что-то протащить, их какой-то проект, который их частный, интересный, в их интересах проект, они используют все методы, и административные, и криминальные, все это вместе. Вот в этом проблема главная. Было полнейшим шоком, потому что он, во-первых, вырастил нам поддержку, сказал, что газета ни в коем случае не должна исчезнуть, такая газета, и он сказал тогда, что я вам даю 10 миллионов тенге, и, пожалуйста, распоряжайтесь, и так далее. Ну, это действительно для нас тогда был шок. Известный в этом регионе журналист Тамара Ислямова уверена, бизнесмен попал в черный список властей еще несколько лет назад. Господин Мендагазеев не только выразил желание оплатить многомиллионный иск к независимой газете «Уральская неделя», но и призвал всех предпринимателей последовать его примеру. Такие люди берутся на заметку. Берутся на заметку, где-то против них ставится какая-то галочка или некий список заносится, я полагаю. Потому что он, ну, мало того, что он так открыто говорит обо всем, он всегда называл вещи своими именами. 30 июля. Суд города Аксай в 165 километрах от Уральска. Очередные слушания по делу опального бизнесмена начинаются с допроса бывших работников фирмы. Трое из них подтверждают, что работали в фирме «КСС Билдинг» без трудового договора и пенсионных отчислений. По версии следствия, за 2010 и 2011 годы фирма недоплатила государству чуть меньше миллиона долларов. Вот как обвинение в свой адрес комментирует сам Барлык. Якобы там у нас находится, то есть в компании чистится официально 6 человек. Да, это правда, 6 человек, я об этом говорил. Но есть такая мировая практика о том, что когда компания работает, то используют рекрутинговые компании. И это я как бы не исключение. И для чего это делается? Для того, чтобы, ну, мне никто не гарантирует объема работы в Казахстане. Никто не гарантирует. И поэтому, соответственно, все эти объемы работы, они носят временный характер. И поэтому невозможно соблюдать трудовое законодательство, имея временные объемы работы. И поэтому ты волей-неволей идешь в конфликт с законодательством о труде. В разговоре, как он фундаментальный, и позиция какая-то правильная. Вперед, человек, который вызывает доверие, ты разговариваешь с ним? Ну, он не просто по плану его интересный. Заместитель арестованного бизнесмена Аскар Хайрулин проводит экскурсию по предприятию. ИСС Билдинг обслуживает крупнейшие в Казахстане иностранные нефтегазовые компании. И напоминает государство в государстве. Рабочий городок в промышленной зоне Аксая со своей гостиницей, столовой, тренажерным залом и несколькими мини-заводиками по очистке нефти. Только в отличие от государства, которое за оградой, здесь чисто, уютно, и люди довольны своей работой. В других организациях, там руководители называли не по именам, а «Эй, ты, иди сюда». Сейчас от Барлика такого даже я никогда не слышал. Он всегда обращается по имени. Там «Виктор, иди сюда, подойди», спросит, как дела. Миндагазеева знают в родном селе Январцево как последовательного мецената. Вот этих детдомовцев Барлик каждое лето отправлял отдыхать в Турцию. Но вдруг выяснилось, что детский дом областное руководство неожиданно решило закрыть. Дети предполагают, что все из-за того же скандала вокруг стоятельства нефтеполигона. Что можете еще добавить по поводу закрытия и по поводу Барлика? Вот у кого какие? Ну, дядя Барук бы тоже выступил против этого, чтобы закрыли, как и против Львона. Ну, вот видите, закрыли его самого почему-то. Потому что он не хотел, чтобы Львона сюда приходит. То есть вы тоже в курсе этой ситуации? Да. Мы мечтали, мы мечтали, мы мечтали. Да, дети видели. У вас нет разрешения, я сказал, разрешения у вас же нету. А, вы же не можете меня с силой выклопать. У вас нет разрешения, я сейчас буду торговать, а все вызовы. Журналистов здесь ждали. Дети рассказали, что в детдоме объявили карантин, чтобы не допускать к ним прессу. Чиновники из областного управления образования объяснили ликвидацию учреждения политикой государства. Дарья Галина Зарбаевна, недавно была с вами на совещании, и она выступала вообще за закрытие детских домов, за оптимизацию этих детских домов. Но это как бы политика нашего государства. Постепенно мы детские дома сокращаем, причем дети переводятся в детский дом, в детское дерево, в семейное тело. Все читают этот заказ Акима в области. Все винили Акима в области. Такой первый случай в нашем области, что Акима открытие обвинили. Вот такие поступки рейдерские. По словам местного активиста Максата Айсаутова, судьба опального бизнесмена почти предрешена. Если общественность не встанет на его защиту, то Мендагазиева непременно отправят за решетку. В первую очередь общественность должен помогать здесь. Не только областные наши, казахстанская общественность. Правозащитники, юристы своими советами. Интеллигенция должна здесь выступить, защита. Сообщество – это предприниматели. А там и кем. Реально надо помогать, а не словами. Просто-напросто система, которую установили у нас в Казахстане, эта система дала ему сегодня карблаш на такое поведение, на такое отношение. Поэтому он чувствует безопасность. Коммунист Василий Шамин признается, такого закрытого от граждан руководителя в области еще не было. Коммунисты обратились с письмом к Акиму. Не допустить социальные волнения в регионе. Мы не хотим, чтобы в нашей области был женаузей номер два. Лучше власть заранее предупредить. Потому что мы ставим вопросы. Кто будет кормить в случае разгона этой кампании? По-другому я не могу это самое выразиться. Кто будет кормить, одевать, поить семьи этих работников? У Акима области Нурлана Нугаева прокомментировать обвинение в свой адрес времени не нашлось. При службе сказали, что он слишком занят. Тем временем дальнейшая судьба одной из успешных кампаний в регионе остается тревожной. Вопрос трудоустройства 250 семей, а это почти тысячи человек, до сих пор открыт. Санат Урналиев, Аскар Шайгумаров, Виктор Гудзь. Специально для телеканала 1612. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова